Здравствуйте, еще раз меня зовут Павел Лузенов, я представляю компанию PostgreSQL профессиональный и, как сказала Мария, расскажу вам про СУБД, который называется PostgreSQL. Ну, собственно говоря, насколько я понимаю, Bittrex платформа не использует СУБД PostgreSQL, поэтому скорее для вас это некий доклад из серии для расширения кругозора, посмотреть, что есть еще вокруг. Ну, а моя задача, с другой стороны, рассказать, что вот есть интересная база данных и, как знать, может быть, вам понравится, и вы со временем попробуете ее использовать в каких-нибудь своих проектах. Соответственно, изначально расскажу немножко про историю ее создания. Правильное произношение вот этой базы данных, одно из самых, наверное, сложных названий, PostgreSQL. Вот, название достаточно сложное, и вот, кстати, откуда оно повелось, сейчас как бы из истории будет примерно понятно. Ну, наверное, начать есть смысл, там, примерно с 69-70-го года, когда сотрудник компании IBM, по фамилии, значит, Кот, Эдгар Кот, создал революционную модель данных. Вот, вот после того, как он ее создал, да, на тот момент, кстати, значит, на рынке баз данных господствовали сетевые иерархические базы данных. Вот, но вот после того, как он создал революционную модель, стали появляться системы, которые эту революционную модель используют. Ну, вот среди них можно выделить вот такие основные направления. Ну, собственно говоря, в самой компании IBM это была система, значит, System R. Такой небезызвестный в мире баз данных человек, Майкл Стоунбрейкер, значит, создал, значит, систему, которая называется Ingress. Вот, ну, и нельзя обойти стороной компанию Oracle. Ну, если первые две системы, они, значит, все-таки как-то вырастали в научной среде, но в IBM там большое свое исследовательское подразделение, Майкл Стоунбрейкер, это профессор университета в Беркли был, то вот Oracle, это больше какая-то коммерческая была система, но тоже нельзя не отметить их большой вклад Oracle и по настоящий момент в развитии баз данных, и SQL в частности. Вот, ну, про остальные системы, там тоже очень большие геологические древа можно строить, как они там развивались, там все интересно, но мы как бы вот пока это отставим в сторонку. Ну, еще, значит, заметим, что Майкл Стоунбрейкер, вот, если кто в курсе, в марте этого года ему была присуждена премия Тюринга, значит, это такой некий аналог Нобелевской премии, там, по математике, именно за вклад в развитие баз данных. Вот, соответственно, Майкл в 85-м году в университете Беркли набрал группу, значит, студентов-аспирантов и решил создать новую базу данных, значит, но имея опыт уже разработки системы Ингресс, он решил создать новую базу данных, которую назвал Postgres, этот проект стал называться Postgres, именно Post-Ингресс. Вот, как бы уже, так сказать, вот название начинает там куда-то дальше складываться. Ну, соответственно, система создавалась на уже опыте, значит, предыдущего Ингресса, ну, а как, знаем, опыт сын ошибок трудных. Вот, первые несколько лет, там, по-моему, там, с 85-го по 88-й, это были чисто научные и теоретические разработки, то есть никакого кода еще не было. Первая версия, по-моему, была выпущена или в 88-м, или в 89-м году, сейчас вот не помню точно. Вот, и примерно до 94-го года, значит, соответственно, вот Postgres в университете Беркли развивался этот проект. В 94-м году все студенты-аспиранты, как бы, закончили, значит, отучились и, значит, ушли из университета, и проект был закрыт. Он был закрыт, а, соответственно, а исходные коды системы были выложены в интернет для, так сказать, того, чтобы ими могли все пользоваться. В 95-м году двое сотрудников этого же самого университета, Эндрю Ю и Джоли Чен, добавили поддержку SQL, вот в этот вот код, который был выложен. И уже начиная с 96-го года, значит, проект подхватила такая группа энтузиастов, которые назвали себя Postgres SQL Global Development Group. Они, значит, соответственно, переименовали систему теперь уже, поскольку она получила поддержку SQL в Postgres SQL, и вот теперь это название, собственно, и осталось до сих пор. И с тех пор вот эта группа занимается поддержкой этой системы. Ну, наверное, можно тут заметить, что означает слово Global. Global в том плане, что люди эти были со всех стран и континентов, и здесь приятно отметить, что вот одним из людей, которые вот входили на протяжении долгого времени в Core Team, это был Вадим Михеев, наш соотечественник, он из Красноярска. Правда, впоследствии он переехал в США, правда, еще впоследствии он уже перестал заниматься Postgres'ом, но тем не менее вот его роль вот в этой Core Team, то, что он сделал, некоторые, так сказать, мега важные вещи, чисто архитектурные и там для системы. Ну, в частности, вот там так называемые райды хэтлок, значит, вот системы, которые обеспечивают надежность транзакций после сбоев их, то, что они могут будут восстанавливаться. Он же обеспечил многоверсионность, то, что многие транзакции одновременно могут работать с одними и теми же данными. Это вот все MVCC в Postgres'е называется. Соответственно, тоже все его рук дело. Ну, и так далее. Вот, помимо Вадима, на самом деле, вклад российских разработчиков в Postgres достаточно существенный. Есть еще на текущий момент, вот среди разработчиков есть три, так называемых, мейджор-контрибьютора из России. Это Олег Бартунов, Александр Коротков, Федор Сегаев, которые, ну, Олег там тоже примерно с 96-го года работает с Postgres'ом, там Федор там через 2 или 3 года присоединился. И там лет 5 назад еще Александр Коротков. Собственно говоря, вот эти трое, они, это уже забегая вперед, и являются основателями той компании, которую я сейчас представляю. Но важный момент, то, что они входят, ну, примерно там вот в 20-ку крупнейших разработчиков Postgres'а, и российский вклад в Postgres достаточно серьезный. Ну, кто использует? Ну, не знаю, на слуху это или нет, но вот такие интернет-гигантские проекты, как Skype, например, Instagram, они работают на Postgres'е. Это вот к тому, что вот потянет или не потянет там Postgres' там какие-то объемы. Ну, вот если такие проекты их тянут, то, ну, наверное, все-таки там что-то за этим стоит. Ну, среди российских компаний, ну, вот изначально наш поисковик Rambler, он с самого начала работал на Postgres'е, там еще с конца 90-х годов. В Mail.ru в отдельных проектах используется Postgres. Соответственно, Яндекс вот сейчас очень активно стали какие-то проекты переводить на Postgres, а какие-то там изначально делать на нем. Вот мы недавно, где-то пару месяцев назад, значит, Яндекс нас приглашали рассказать им про Postgres. Мы как бы пришли, ну, с той мыслью о том, что вот придут люди, и нам надо их убедить работать на Postgres'е. Они сказали, что собрали там примерно 100-150 человек, которые хотят нас послушать. Ну, там у них там телетрансляции, там еще разные города были и так далее. В результате оказалось, что все эти 100-150 человек, они не просто хотят познакомиться, они реально сейчас его уже используют. Потому что по тем вопросам, которые они нам задавали, когда в конце остались, мы поняли, что в Яндексе, вообще-то говоря, Postgres уже давно полным ходом ведет и развивается. Ну, там есть еще отдельные какие-то другие примеры. Форки. Есть достаточно много известных форков Postgres'а. Но вообще само сообщество Postgres'а очень хорошо относится к форкам. Ну, там по самым разным причинам. Поясню. Ну, в первую очередь, всех интересует то, что форк, он там, если создается, например, с целью разработки какой-то новой функциональности, там, и, допустим, это какая-то крупная функциональность, которую, ну, там, нужно разрабатывать не месяц, не два, там, в Postgres'е релизный цикл – это один год, каждый год выпускается новая версия. Если там нужно разработать какой-то крупный кусок, и можно в этот релизный цикл не успеть, вот чтобы его попробовать, вот делают форк, и, соответственно, что-то это пробуют, там, экспериментируют. И если это удалось, то потом, как правило, эти же изменения, они в основную ветку возвращаются. Поэтому, собственно, значит, сообщество Postgres'а к этому хорошо относится. Но не менее важными причинами выделения форков являются, так сказать, вот, если есть желание создать коммерческий продукт на основе Postgres'а, а лицензия Postgres'а это разрешает. Но вот среди таких известных форков можно отметить, вот есть компания EnterpriseDB, они на базе Postgres'а сделали вот свой Postgres Plus и Advanced Server. Ну, там, можно сказать, что компания была создана, и в нее серьезно инвестировала Sony Online, они в свое время там поссорились с Ораклом, да, и с Ларри Эллисоном, который очень любит Японию. Вот, там, ну, тут историю, я не знаю деталей, поэтому не буду, но, в общем, после того, как они с Ораклом немножко разругались, они сильно вложились вот в компанию EnterpriseDB, которая, значит, вот для Америки, они сделали для Postgres'а расширение, которое позволяет портировать оракловые приложения практически без изменения кода. Вот, и, соответственно, поддержка там существенно дешевле, и плюс там отсутствие лицензионных вычислений. Так вот, этот вот Postgres Plus Advanced Server, он в 2014 году вошел в знаменитый квадрант Гарднеров, в квадрат лидеров, причем среди операционных СУБД. Вот, поэтому, ну, с тем же самым СОраклом, там, с Дебиту, там, с МССКуэлем, но, тем не менее, там вот впервые среди операционных СУБД появилась база данных на основе Postgres'а. Вот, ну, Green Plum, это уже некий там MPP, тоже расширение Postgres'а, его форк, который, соответственно, в этих же самых квадрантах Гарднера там долгие годы, там, значит, тоже, значит, в эти квадраты попадает, соответственно, среди систем для хранилищ данных. Ну, есть еще там какие-то вот форки, которые там достаточно известны от компаний, там, Yahoo, Tirodata и так далее. О чем это еще говорит? Ну, плохую систему, так сказать, за основу брать не будут. Поэтому, ну, наверное, раз, значит, делают форки Postgres'а, наверное, это хорошо. Хорошая база. Ну, с самого начала Postgres предусматривался как объектно-революционная база данных. Вот, и вот после того, как, значит, в 95-м году SQL был добавлен в Postgres, значит, группа разработчиков очень тщательно следит за тем, чтобы вот поддержка и совместимость со стандартом ANSI она была, ну, вот на максимально возможном уровне. Вот могу сказать, что из вот последних изменений стандарта SQL 2011 года, они требуют, значит, там требуется 179 обязательных там возможностей, которые должны быть реализованы. Вот Postgres реализовал 160, но все 100 никто не реализовывает. В общем, 160 из 179 – это очень и очень хорошая, значит, совместимость с SQL. Поэтому вот те, кто разрабатывает там свои базы данных на SQL, или хорошо знаете SQL, то можете быть уверенным, на Postgres'е это будет все очень даже неплохо работать и достаточно легко переноситься. Ну, объектно-ориентированные возможности. Ну, тут можно долго спорить, насколько нужны, значит, объектно-ориентированные возможности в базе данных, вот, но, значит, я просто на одном небольшом примерчике вот расскажу, значит, вот в Postgres'е есть такое понятие наследование таблиц. Ну, то есть вот вы создали там таблицу, допустим, там какой-то продажи там, да, а дальше там можете создать табличку там продажи 2015 и сказать, что она должна быть дочерней вот именно от мастер, ну, от главной таблицы. Вот, соответственно, в ней автоматически появятся все столбцы, которые есть в главной таблице. Можно точно так же создать еще несколько таблиц для разных других лет. Вот, и, значит, интересная особенность этого наследования в том, что, выполняя запрос к мастер таблице, у вас автоматически, значит, оптимизатор запросов, Postgres'а, планировщик, он будет не только сканировать мастер таблицы, но и все детальные, которые к ней есть. Если же теперь еще и на детальные таблицы повесить ограничение целостности, там, чек-констрейнт, что там 2015 год, это, соответственно, там дата, она должна быть в диапазоне 15-го года, для 14-го, 14-го, то тогда планировщик, он еще и понимает вот эти чек-констрейнт, и он видит, что если в условии запроса к мастер таблице у нас там требуются данные за мае 14-го года, то он просто все остальные таблички дочерние, кроме 14-го года, он их откинет и даже не будет рассматривать. Вот таким достаточно простым способом в Postgres'е организовано то, что называется table partitioning, секционирование таблиц, при помощи механизма наследования. Postgres достаточно хорошо расширяемая система, и там огромное количество типов данных, встроенных в него, но и есть возможность добавлять новые. И вот, кстати, именно нашими российскими разработчиками активно развиваются так называемые слабо структурированные данные в Postgres'е. К ним относятся популярные k-value и JSON, так сказать, типы данных. А вот в последнее время, если там у вас какое-то приложение, которое работает с вебом и активно используются JSON, то вы можете работать с реляционными данными, вообще говоря, и при помощи специальных функций вы можете реляционную таблицу представлять в виде JSON, и JSON, наоборот, так сказать, раскладывать реляционные данные. А можно просто использовать тип данных JSON и его в таблицу также складывать. Как бы это все возможно. Причем при этом еще и организованы удобные методы доступа. Вот то, что называется JSON-B, это на самом деле не то чтобы бинарный JSON, но это возможность раскладывать вот этот текст, из которого стоит JSON, на его составляющие, на k-value-par, их индексировать, и для того, чтобы поиск по JSON тогда можно будет производить быстро. Помимо этого, система полнотекстового поиска существует в Postgres. Опять же, она разработана Олегом Бартуновым и Федором Сегаевым. Поддерживают европейские языки и так далее. Да, надо еще заметить, что и локализация, собственно, самого Postgres, то есть когда он там был разработан в 90-х годах, там изначально Moskit поддерживал с кодировкой и все. Со временем, с распространением Postgres в мире, значит, последовательно в него были добавлены там поддержка, в том числе и Unicode. Теперь. Геоинформационная система на Postgres. Postgres очень хорош для разработки геоинформационных систем. Вот обычные традиционные революционные базы данных, ну что, вот там можно хорошо считать деньги, потому что нужны там операции, типа больше, меньше, прибавить, разделить. В геоинформационных системах больше-меньше это хорошо, но там еще важные такие операции над данными нужно производить, как, например, рядом. То есть найти вот близлежащие, там 10, не знаю, или там сколько, там каких-то кафе или еще чего-то. Вот это вот понятие рядом, или то, что ближе, дальше, оно, значит, не очень хорошо ложится на традиционные типы данных. Также там важными могут быть еще операции, типа включает, включает один диапазон другой или не включает, или пересекаются они или не пересекаются. Вот Postgres за счет своей расширяемости имеет встроенные типы данных, которые все эти операции реализуют. Вот. Ну, я вот плавно подошел к расширяемости. Вот с самого начала, так сказать, когда этот проект еще там в Беркли созревал, вот в него была заложена идея, то, что система должна быть расширяемой. Вот под расширяемостью понимается то, что мы можем определять свои собственные типы данных. Значит, для этих типов данных мы можем определять те операции, которые должны с ними проводиться. Он как-то включает, не включает, ближе, дальше, там плюс-минус, это там как бы очевидно. Мы разрабатываем операции. Для того, чтобы эти операции эти проводились быстро, мы можем организовывать свои собственные методы доступа к данным. На основе этих методов доступа мы можем строить новые типы индексов, которые будут эти операции ускорять. Ну и, соответственно, мы можем разрабатывать хранимые функции, триггеры, которые будут работать в том числе с этими данными. Ну и с точки зрения языков программирования, в Postgres есть интерфейс по подключению нового языка программирования для того, чтобы создавать хранимые процедуры и функции. Используя этот интерфейс, там как бы изначально, так сказать, встроена возможность создавать, писать функции на C и на SQL, но вот сейчас еще автоматом вошел язык, очень похожий на оракловый PLSquell, который называется PLPG SQL. Но помимо этого, есть встроенные языки для наиболее популярных языков программирования. PLPerl, PLPiton, PLTicl, PLR, PLYava, PLV8. Вот если хотите, это, кстати, на JavaScript тоже, пожалуйста, это есть. Если есть еще какой-то язык, его точно так же можно подключить к базе данных. И дальше с ним работать. Ну и еще одна интересная возможность, ну, собственно говоря, эта возможность диктуется стандартом SQL, это работа со сторонними данными, это обертки сторонних данных. Это возможность создавать, подключать к Postgres'у внешние источники данных. И они будут в Postgres'е видны как таблицы. Причем с этими таблицами их можно не только читать, но можно в них еще и писать. Вот для всех наиболее популярных баз данных для самого же Postgres'а, для Oracle, MS SQL'а там и всего прочего, эти обертки уже написаны, для текстовых файлов, для Twitter'а, для чего угодно. В общем, тоже есть интерфейс, вы можете любой, значит, источник внешних данных вот обернуть при помощи этой оберточки и дальше использовать с ним работать, как с обычной табличкой. Сильная сторона Postgres'а, как с УБД, это использование транзакций. Но вот есть там знаменитые четыре свойства транзакций. Атомарность, консистентность, изоляция, надежность. Postgres обеспечивает все эти свойства. Причем, в принципе, возможны разные варианты, это, кстати, обеспечение транзакционного доступа. Можно взять по-простому, я обращаюсь к таблице, значит, мне система ее блокирует целиком, я в ней что-то поделал, блокировка снялась после этого. Нормальный вариант, при этом все будет как бы обеспечено, но другое дело, что одновременный доступ разных пользователей будет приводить к тому, что они все будут, так сказать, блокироваться и стоять в очереди и ждать. В Postgres'е используется так называемая система многоверсионная, многоверсионности. Это означает то, что если несколько транзакций одновременно работают с одними данными, то для каждой транзакции будет создаваться значит, своя версия данных. Каждая транзакция будет видеть свою версию данных, но, разумеется, там при том, что они будут все согласованы. При этом гарантируется, что Postgres будет использовать минимальное количество блокировок. В частности, читатели никогда не будут блокировать других читателей и писателей, а писатели никогда не будут блокировать читателей. И вот только когда две транзакции пытаются изменить одни и те же данные, вот тогда та, которая была вторая, они уже встанут в очередь. Есть там знаменитые, значит, четыре уровня изоляции транзакций. Значит, там written committed, read committed, repeatable, read и serializable. Значит, соответственно, в Postgres'е все четыре реализованы. Причем вот уровень serializable реализован по-настоящему, по-честному. Дело в том, что этот уровень изоляции предполагает, что транзакции, которые работают одновременно, они по идее должны выполняться таким образом, ведь их результат не должен зависеть от работы параллельно работающих транзакций никаким образом. Вот в Postgres'е этот механизм реализован. Надежная база данных. Неизвестны случаи, когда по вине Postgres'а данные терялись, он ломался, и это приводило к сбою, отказам чего-то. Как я говорил, есть очень крупные проекты, которые работают на Postgres'е очень много лет, и вот это как бы вселяет уверенность, и для кого-то считается доказанным фактом, что Postgres' — это надежная база данных. Большое внимание уделяется безопасности данных. Соответственно, если говорить про виды аутентификации, они там все возможные варианты, какие есть, и такие сякие, и радиусы, и льдапы, и CCL, и так далее, любой вариант можно доступа настроить без проблем. Для особо защищенных систем там реализован так называемый мандатный доступ. Ну и вот осенью выйдет версия Postgres'а 9.5, в которой вот уже долгожданная тоже возможность появится «Rollable Security» — это возможность, когда мы можем одну таблицу на уровне записи разделить, так сказать, вот доступ пользователю. То есть один пользователь обращается к таблице, он в ней видит один набор строк по какому-то критерию, другой пользователь, другой набор строк, там, например, по филиалам как-то мы можем разграничивать, или как-то еще, вот эта вот возможность, она появится. Масштабируемость. Ну вот достоверно известно, что вот на машинах до 64, кстати, ядер, вот добавление новых ядер, оно вот линейно увеличивает производительность. Но Postgres использует форковую модель, то есть там при добавлении новых клиентов там появляются новые серверные процессы, соответственно, это на многоядерность хорошо ложится. Но другое дело, что вот на машинах с большим, так сказать, уже количеством ядер пока еще особых тестов-то не было. Вот, кстати, у нас в компании сейчас у нас есть договоренность с IBM и с HP, и мы там, они нам выделили какое-то железо, и у нас сейчас сидят ребята и как раз пытаются выжать максимум из самых каких-то современных, ну, может быть, не из самых, но из более серьезных аппаратных платформ вот этих компаний. Существуют отдельные пока кластерные решения, которые позволяют вот тоже, так сказать, говорить о масштабируемости Postgres, в том числе нашей компании сейчас отдельное внимание будет уделять и разрабатывать кластерные решения. Вот на прошлой неделе буквально в Оттаве была конференция глобальных разработчиков, глобальная конференция разработчиков Postgres, на которой выяснилось, что оказывается кластерными решениями еще параллельно занимаются во Франции, параллельно занимаются в Китае, и, в общем, там вот было принято решение вот для того, чтобы не плодить отдельные какие-то вот решения по кластерам, вот усилия будут как-то объединены, и вот глобальная политика именно общего Postgres, она вот в этом русле должна быть стандартизирована. Ну, наверное, нет смысла долго говорить о том, что Postgres поддерживает там достаточно любые системы. Существуют дистрибутивы под самые разные, значит, платформы, их можно скачать, установить, но более того, Postgres распространяется в исходных кодах, и поэтому там по-крупному нужен компилятор C, если он есть, то, так сказать, можно говорить, что, наверное, Postgres работать будет, значит, можно будет установить. Вот. Для того, чтобы убедиться, что вот эти все платформы многочисленные поддерживаются, есть такая специальная распределенная система BuildFarms, вот, где любой желающий, у которого есть какая-то там экзотическая операционная система или какое-то там нестандартное железо, он может зарегистрироваться и дать доступ к своей системе вот для некого автомата, который пришлет потом там вам какой-то скриптик, и который будет, значит, крутиться, и, значит, делать сборку Postgres, и выполнять его тестирование. И автоматически отсылать отчеты вот в эту систему. То есть вам ничего делать не надо, вам только, так сказать, вот аппаратное железо свое предоставить, программно-аппаратное. А система, она будет сама проверять. И разработчики будут видеть, ага, вот на таком железе все собирается, тестируется без проблем. Вот на таком возникла проблема, значит, надо посмотреть. Вот за счет вот этой системы, как бы, и обеспечивается то, что вот Postgres достаточно легко встает на любые платформы. Независимость. Ну, здесь, поскольку это открытый код, то никакой там ANB там или там Snowden никакую закладку нам не заложит, потому что код открыт, пожалуйста, его можно смотреть, его можно править, дорабатывать под себя и так далее. Открытая BSD лицензия позволяет делать с этим кодом все, что угодно. В частности, нет никаких ограничений на коммерческое использование. Если вы хотите встроить Postgres в свою какую-то систему, назвать под каким-то именем и продавать, никаких проблем, включайте, пусть работает, продавайте, зарабатывайте на этом деньги. Postgres не накладывает на это никаких ограничений. Ну, важный момент, что не принадлежит никому. Нет вот одного какого-то конкретного вендора, который бы сказал, это мое, и больше там вот вы не можете этим пользоваться, или с завтрашнего дня это будет дороже, или там вот что-то в этом ключе. Более того, не то, что нет одного вендора, сейчас даже вот то сообщество разработчиков, которое разрабатывает-то Postgres, это уже давно, оно уже перестало быть вот таким сообществом, где там какие-то отдельные разрозненные люди из разных компаний им занимаются. На самом деле сейчас в последние годы тренд к тому, что именно уже большие и серьезные компании полностью и целиком занимаются Postgres, и именно они его развивают. И при этом ни одна из них им не владеет, но это уже не отдельные разработчики, это уже разработчики и плюс несколько крупных компаний. Но после того, как вот обычно говорят, ну вот Postgres я поставлю, а он там вот как его поддерживать и так далее, это особенно вот если, ну какие-то там бизнес-критикал системы и так далее, вот нужна поддержка. Но вот со своей стороны сообщество обеспечивает поддержку, но традиционно для open-source систем поддержка обеспечивается при помощи списков рассылки. То есть если у вас какая-то проблема, то нужно правильным образом описать эту проблему и ее отправить в соответствующий список. Причем я вот знаю уже несколько случаев, когда люди рассказывали правильно оформленный бак, отправленный в группу, значит, в список рассылки, через сутки присылали уже патч. Через сутки. Вот я с некоторыми коммерческими базами данных достаточно долго работал. И вот там, в общем, там не через сутки. Бывали случаи, что и недели, а то и месяцы проходят, прежде чем какая-то проблема может быть решена. Но, конечно же, формально никто вам ничего не обещает. Другое дело, что по факту мы знаем, что ответы эти приходят достаточно быстро, но, тем не менее, гарантии никакой нет. Но сообщество, тем не менее, гарантирует, что тот релиз, который выпускается каждый год, он будет в течение пяти лет поддерживаться. Вот через пять лет, если хотите вот такую поддержку сообщества сохранить, нужно, соответственно, перейти на новую версию. Но для тех, кому важна именно коммерческая поддержка, уже существуют, как я говорил, крупные компании, которые занимаются именно поздрессом. Вот в Северной Америке это Enterprise DB, которую Sony там онлайн в свое время активно финансировали. В Европе такая крупная компания Second Quadrant. И вот в России у нас в начале этого года была создана компания Postgres профессиональной, которая, собственно говоря, тоже ставит своими задачами, ну вот, во-первых, это обеспечить техническую поддержку тех заказчиков, которые хотят именно поддержку на коммерческих основах, там, с SLA-ми и со всеми делами. Но при этом мы, как бы, наша задача в этой поддержке какая? Если у человека проблема, мы ее должны решить. Если для этого требуется поправить код, мы его правим и тут же, значит, прикладываем этот патч, отправляем заказчику. А дальше уже наша задача добиться того, чтобы этот патч вошел в основную версию Postgres. Мы собираемся активно развивать Postgres SQL. Для этого, значит, будем активно заниматься разработкой Postgres. Там направления уже известны. Как я уже говорил, вот наши основатели компании, являются ведущими разработчиками самого Postgres. И те направления, в которых развиваться, у нас уже roadmap там на ближайшие 2-3 года составлен, мы уже точно знаем. Ну и тем самым у нас появятся новые люди, которые, соответственно, вот прирастут в этом сообществе. Для продвижения в России мы сейчас занимаемся переводом документации с английского языка на Postgres. То есть мы разрабатываем курсы, постараемся сделать, чтобы они были общедоступными, чтобы любой желающий, кто хочет получить информацию о СУБД Postgres SQL, смог это сделать. Планируем сотрудничество с вузами, в частности, но уже есть предварительные договоренности и с МГУ, с Казанским иннополисом, думаю, еще с кем-то будет, чтобы там организовать какой-то курс именно по основам СУБД. Ну и пару слов, значит, вот последнее, вот начиная с 2014 года, вот такая достаточно активная тема есть, обеспечение технологической независимости России. И вот в этом направлении предпринимаются со стороны государства какие-то определенные усилия. Но вот в частности, уже с 1 января будущего года вводится ограничение на закупку импортного программного обеспечения для госкомпаний. Но ограничение в том, что если госкомпания захочет купить импортное программное обеспечение, они должны будут это обосновать. Там есть три причины. Первая из этих причин, почему вы покупаете то, чего, а у нас есть в реестре отечественного ПО. Поэтому появляется понятие реестр отечественного ПО, и мы будем делать наш форк Postgres, который должен в этот реестр попасть. Но он нам нужен не только для того, чтобы попасть в этот реестр, но еще для того, чтобы пройти сертификацию в стек, в других каких-то структурах, для того, чтобы можно было использовать нашу версию базы данных для различного рода систем, как они называют, системы специального назначения. Ну и другой проект Минкомсвязи – это финансирование отечественного программного обеспечения. Там разбито оно на несколько категорий. Операционная система, СУБД. Нас конкретно интересует СУБД. В Минкомсвязи просили подготовить разные компании свое видение развития этих систем. Соответственно, наша компания подготовила в партнерстве с несколькими компаниями, кстати, в том числе 1С, МГУ, Диасофт. Ну там еще несколько компаний. В содружестве с ними мы выступили с проектом по разработке именно отечественной СУБД на базе PASG-SQL. Ну вот недавно стало известно, что наш проект среди СУБДшных проектов занял первое место. Ну там что будет дальше, я пока не готов сказать. Вот это то, что я вам хотел рассказать. Вообще говоря, официальный сайт, вот он, сайт нашей компании. У нас достаточно большая группа в Фейсбуке, которая год назад была организована, на текущий момент, по-моему, там 840 чем-то уже участников. Заходите, смотрите, пользуйтесь, а вам удачи в ваших делах. Битрикс пускай цветет, и ваш бизнес тоже. Спасибо за внимание. Коллеги, есть вопросы? Буквально на два вопроса у нас еще есть, минутка. Можно я пока один вопрос в зал задам? Кому реально была бы полезна поддержка постгресса в Битриксе? Поднимите руки. Две руки. Три. Если подумать, четыре. Хорошо прозвучало в начале, что поддержки в Битриксе нет. Это я аккуратно поправлю, пока нет. Мы, в общем, активно на эту тему думаем, и, в общем, смотрим именно на спрос, который есть у клиентов, у заказчиков, у партнеров. Так, теперь вопросы буквально один-два, чтобы мы не очень из тайминга выбивались. Спасибо за доклад. Скажите, какие… Ну, про плюсы понятно, а какие минусы по сравнению с MySQL у Postgres? Спасибо. Знаете, наверное, некорректно. Я вот всеми силами старался в докладе избежать сравнения с другими, значит, с УБД. Ну, давайте, если вы что-то вот хотите. Вот я не очень хорошо знаком с MySQL. Я знаю, что там, наверное, по крайней мере, слышал о том, что там с транзакциями не все хорошо. Но, наверное, отсутствие транзакции – это более быстрая работа. А вот Postgres не есть, наверное, он чуть помедленнее, наверное, за счет этого. Но за счет этой медленности, правда, мы говорим, мы придаем, кстати, уверенности, кстати, надежности, но теряем скорости. Спасибо за доклад. Интересует, понятно, что от форков какие-то плюсы переходят в сам Postgres. Интересует срок, когда принято решение, допустим, что вот в этом форке есть какой-то огромный плюс, и мы перенесем его в Postgres. Когда это появится в следующей версии? Политика разработки, но очень кратко. Основной релиз выходит раз в год. Вот после того, как он вышел, есть еще такое понятие, что, вообще-то говоря, любой желающий может написать какой-то патч, будет это от форка, не от форка и так далее, любой желающий может написать патч и предложить его в сообщество. То есть для того, чтобы ваш патч попал в Postgres, его нужно отправить в специальный список рассылки. Есть специальный сайт, на котором вы можете ваш патч зарегистрировать, называется CodeFest. Ваш патч обязательно кто-то из разработчиков должен проверить, обсудить. Там в Postgres культура, то, что они называют коды excellence, она требует обязательной проверки многими архитекторами и так далее, системы, годится ли именно в таком виде, или нужно в другом виде этот патч, или он вообще не нужен, или вы все делаете неправильно, или наоборот все отлично, кто-то должен его проверить. После этого специальные люди-коммитеры его уже тогда могут закоммитить. То есть вот вам нужно, если ваш патч большой, особенно если мы говорим про форки, это означает, что работу по его включению в основную ветку нужно начинать очень и очень заранее. И скорее всего еще до того, как вы начали его писать. Скорее всего некий проползал, так сказать, технические требования к будущей системе, которые вы хотите сделать. Наверное, сначала нужно опубликовать списки рассылки и сказать, вообще это направление, вот core team проекта, оно вообще ему интересно, они вообще, так сказать, вот если оно им интересно, они скажут, да, давайте двигайся в этом направлении, то вы тем самым, когда будете потом дальше разрабатывать вашу систему, вы увеличиваете ваши шансы на то, что она в конечном итоге когда-то придет и синхронизируется с общей веткой. Но это непростой процесс. Чем больше патч, тем сложнее его включить. Друзья, у нас, к сожалению, нет больше времени на вопросы. Я думаю, что потом в частном порядке по окончании секции. Павел, спасибо огромное еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.